Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге «Бытия». Сегодня мы с вами читаем 36-ю главу. Вот родословие Исава, он же Едом. Исав взял в себе жен из дочерей ханаанских, Аду, дочь Елона Хиттиянина, и Оливему, дочь Анны, сына Цивиона Ефиянина, и Васимафу, дочь Измаила, сестру Новоиофа. Ада родила Исаву Елефаза, Васимара родила Рагуила. Олифема родила Еуса, Еглома и Корея. Это сыновья Исава, родившиеся ему в земле ханаанской. И взял Исав жен своих, и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и все стадоих, и весь скот свой, и все имение свое, которое он приобрел в земле ханаанской. И пошел Исав в другую землю от лица Иакова, брата своего. Ибо имение их было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не вмещала их по множеству стадых. И поселился Исав на горе Сеир, Исав, он же Едом. Вот родословие Исава, отца Идумеев на горе Сеир. Вот имена сынов Исава. Елеафаз, сын Ады, жены Исавовой, и Рагуил, сын Васимафы, жены Исавовой. У Елефаза были сыновья. Фиман, Амар, Цефо, Гафам и Кеназ. Фамна же была наложницей Елефазы, сына Исавова, и родила Елефазу Амалика. Вот сыновья Ады, жены Исавовой. И вот сыновья Рагуила, Нахав и Зерах, Шамма и Миза. Это сыновья Васимафы, жены Исавовой. И сии были сыновья Оливемы, дочери Анны, сына Цивионова, жены Исавовой. Она родила Исаву Еуса, Еглома и Корея. Вот старейшины сынов Исавовых, сыновья Елефаза, первенца Исавова. Старейшина Фиман, старейшина Амар, старейшина Цефо, старейшина Кеназ, старейшина Корей, старейшина Гафам, старейшина Амалик. Сии старейшины Елефазовой в земле Едома, сии сыновья Ады. Сии сыновья Рагуила, сына Исавова, старейшина Нахав, старейшина Зерах, старейшина Шамма, старейшина Миза, сии старейшина Рагуиловы в земле Едома, сии сыновья Васимафы, жены Исавовой, сии сыновья Оливемы, жены Исавовой, старейшина Еус, старейшина Еглом, старейшина Корей, сии старейшины Оливемы, дочери Анны, жены Исавовой. Вот сыновьи Исавов и вот старейшины их. Это Едом. Когда мы в Библии видим такое длинное-длинное перечисление имен, кто чей родственник, и мы видим перечисление, кто от кого происходит, нам это может казаться не очень понятным вообще в Библии это присутствует. Но для людей того времени это было очень важно. Их это горячо интересовало, потому что они старались о том, чтобы каждый человек мог найти себя на карте человечества, чтобы каждый человек видел себя не как остров, не как отдельную песчинку, чтобы видел себя как лист на дереве. Человек мог сказать, каковы мои предки до Адама. Человек мог сказать, что вот линия моего происхождения, она восходит вот так-то и так. Для людей это было важно, и это важно для Библии, потому что родословие, идущее от Авраама, это родословие, которое несет с собой Божье обетование. Бог обещал Аврааму и его потомкам землю. Бог обещал Аврааму многочисленное потомство. Бог обещал, что в семени Авраама богословятся все племена земные. И нужно поэтому отслеживать, а кто является, кто не является потомком Авраама. Поэтому было важно перечислять все эти имена. И, конечно же, место человека в обществе того времени, оно сильно определялось тем, из какой он семьи, от кого он происходит. И поэтому нужно было сохранять информацию, кто чей родственник и кто чей потомок. Сии сыновья Сиира Хариянина, жившие в земле Туй. Латан, Шовау, Цивион, Ана, Дешон, Эцар и Дешан. Сии старейшины Хорея, сынов Сиира в земле Едома. Сыновья Латана были Хори и Гиман, а сестра Латана Фамна. Сии сыновья Шавала. Авван, Манахав, Эвал, Шефо и Анам. Сии сыновья Цивиона. Айя и Анна. Это тот Анна, который нашел теплые воды в пустыне, когда пас отцов ослов Цивиона, отца своего. И мы видим здесь, что за этим повествованием для нас это бессмысленное перечисление имен, которые нам ничего не говорят. Но для людей, которые жили во времена Ветхого Завета, которые жили внутри традиции библейской, это были знакомые все лица. Они знали, кто это такие. А вот этот самый Анна или Ханан, как можно это произнести, нашел теплые воды в пустыне, когда пас ослов Цивиона отца своего. То есть это человек, с которым связаны какие-то воспоминания. Они вообще-то знают. Сии дети Анны, Дишон и Оливема, дочь Анны. Сии сыновья Дишона, Хемдан, Эшбан, Ифран и Херан. Сии сыновья Эцера, Белган, Зваан, Укам и Акан. Сии сыновья Дишана, Уц и Аран. Сии старейшины Харреев, старейшина Латан, старейшина Шавал, старейшина Цивион, старейшина Анна, старейшины Дишон, старейшина Эцер, старейшина Дишан. Вот старейшина Хареев по старшинству Мэг в земле Сеир. Вот цари, царствовавшие в земле Едома, прежде царствования царей у сынов Израилевых. Царствовал в Едоме Бева, сын Веоров, а имя городу его Дингава. И умер Белый, и воцарился по нем Яав, сын Зераха, из Васоры. Умер Яав, и воцарился по нем Хушам, из земли Фемонитян. И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедов, который поразил Мадионитян на поле Маава. Имя городу его Авив. И умер Гадад, и воцарился по нем Самула, из Масреки. И умер Самула, и воцарился по нем Саул, из Рехавофа, что при реке. И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора. И умер Баал-Ханан, сын Ахбора, и воцарился по нем Гадар, сын Варадов. Имя городу его Пау. Имя жене его Мегетавиэль, дочь Матреды, сына Мезагава. Си имена старейшины Савовых, по племенам их, по местам их, по именам их и народам их. Старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Етеф, старейшина Оливема, старейшина Эва, старейшина Пинон, старейшина Кеназ, старейшина Фиман, старейшина Мефцар, старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины Идумейские по их селениям, в земле обладание их. Вот Исаав, отец Идумеев. То есть здесь речь идет об Исаве, и, как мы это видим в Ветхом Завете неоднократно, личность, прародитель рода, он отождествляется со всем этим родом. То есть сказать, что, вот как мы говорим, Израиль мы имеем в виду народ, а в Ветхом Завете мы читаем, что это личное имя, это конкретный человек, который является предком израильтян, так и когда говорится об Исаве, отце Идумеев, тоже перечисляются все его потомки. Мы с вами прочитали 36-ю главу книги Бытия. Мы читаем Писание в рамках библейского портала Экзегет.ру.